Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Совсем скоро в небо над Рязанью поднимутся разноцветные тепловые аэростаты. Стартует фестиваль «Небо России-2013». И сегодня у нас в гостях ветеран воздухоплавания Лев Борисович Маврин. Здравствуйте, Лев Борисович! Доброе утро! Лев Борисович, ну вот я, наверное, сколько себя помню. Еще была ребенком, смотрела на воздушные шары, парящие в небе. Уже тогда существовал фестиваль «Небо России». Если можно, расскажите немного о его истории. Как все начиналось и почему именно на Рязанской земле? Это уже можно писать целый приключенческий роман. Как в мае 1990 года, даже я точно помню, да, с 2011 по 2013, поскольку наш фестиваль в 1990 году занесен в Книгу рекордов. Как первый фестиваль воздухоплавателей, который был организован и приведен на территории Российской Федерации. А как он это начинался, ну как всегда, собралась группа молодых людей, которые подумали и решили, что надо это сделать, поскольку это в нашей стране пока никто не делал. И вот мы это сделали 23 года тому назад. И вот уже 23 года фестивали с красивыми полетами шагают там по всей стране. Но мы как бы остаемся первым фестивалем, который прошел на территории нашей страны. Дмитрий Борисович, наверняка многие горожане вот этот фестиваль ждут как праздник. Ну, во-первых, потому что это очень зрелищно, это красиво. Во-вторых, потому что каждый имеет возможность полетать на воздушном шаре. Но я думаю, мало кто представляет, понимает, в чем суть этого фестиваля и какие задачи ставятся перед теми, кто в нем участвует. Ну, суть как бы очень простая. Значит, напомните еще раз всем жителям планеты Земля, что воздухоплавание начиналось с полета на тепловом аэростате. Это в далеком 1783 году. С того времени принцип полета на летательном аппарате, легче воздуха, не изменилось. То есть, у нас в воздухе поддерживает теплый воздух. Единственное, поменялся процесс подогревания воздуха в оболочке. А так, с 1883 года никаких принципиальных новых отличий в полете как бы нет. И мы как бы каждый раз напоминаем, а поскольку это действительно одно из красивейших зрелищ, ну, хотелось радовать себя радостью жизни. Но это все равно, получается, фестиваль, помимо показательных выступлений, там же есть и какие-то соревновательные моменты. В чем соревнуются воздухоплаватели? Кто выше поднимется, кто дальше улетит? Хороший вопрос. Значит, есть любой вид спорта. И сразу люди придумывают правила проведения спортивных соревнований по тому или иному виду спорта. А поскольку воздухоплавание – это старейший вид воздушного спорта, то, естественно, там правила очень простые. На точность в основном, скорость, ну, высота как бы не учитывается, но в основном все там 16 полетных заданий – это точность прилета в данную точку. А специфика наша. Надо понимать, что нас по горизонту перемещает ветер. И вот здесь единение человека с природой происходит полное. Вот за что я люблю наш вид спорта – за то, что у нас нет двигателя, нет этого дикого рёва. И человек полностью должен сказать магическое слово, как говорил Мауле. Мы, то есть я и ты, то есть ветер, мы с вами одной кровью, то есть мы живём одной стихией. И я не могу там лететь против ветра. Я должен полностью понять, как в это утро или в это вечер живёт ветер. Евгений Борисович, расскажите, пожалуйста, вот о фестивале 2013. Что планируется, чего ждать рязанцам? Каждый год мы стараемся сделать что-то такое интересное. Понятно, спорт – это спорт, зрелищность – это как бы основа этого всего, поскольку люди, зрители, они хотели прийти и посмотреть что-то интересное. Есть большие аэростаты, мы на них летаем, а есть маленькие модельки радиоуправляемые, там высота оболочки всего 6-8 метров. Поскольку это как бы, ну не то, что оно новое в Европе, а новое в нашей стране, где-то примерно третий год эта дисциплина, как бы у нас бы это появилось. То есть спортивная программа для радиоуправляемых моделей. Вот в этом году, вроде бы, как бы заявилось 6 пилотов-спортсменов, которые будут соревноваться на радиоуправляемых моделях. Но для полётов радиоуправляемых моделей ветровая нагрузка должна быть ещё более щадящей. Вот если мы сумеем, опять-таки, сказать ветру, что мы с ним одной кровью, и он нам даст, как бы, возможность полетать на радиоуправляемых моделях, то это будет что-то. Это интересно. А в этом году, как и обычно, мы сможем полетать на воздушном шаре? Это предусмотрено в программе? Все зрители, которые приехали и смогли бы там внести в фонд поддержки в воздухоплавание определенную сумму, получают место в корзине. Это общепринятое, Павел. Мы от этого не, как бы, отступаем, нам только позвонить, дозвониться нам по телефону, заранее забронировать для себя место, чтобы пилот предоставил место, и человек совершит свой, там, первый, или, там, двадцатый, или сотый полёт. Потому что красоту планеты Земля понимаешь только, когда плывёшь над Матушкой Землей. Насколько я знаю, существует какая-то очень интересная традиция посвящения воздухоплавателям, те, кто первый раз пролетит на воздушном шаре. Вот, если можно, о ней немножко расскажите. Прямо в двух словах. Опять-таки, традицию заложил король Франции, Людовик XVI. Ибо первые воздухоплаватели, которые совершили полётность, они сразу получили городский титул и немножко из земли. И вот эта вот традиция с 1785 года, она неукоснительно соблюдается. Человек, который свой первый полёт совершил, сразу городский титул, новое имя по месту, по приземлению, и получает землю с крестьянами, с коровами, с фабриками, с заводами, с реками и деревней. И там вот всё, что по траектории полёта попадает, всё это его. А тонкости, каждый, кто совершит полёт, уже после полёта будет полностью посвящён, и все тонкости будет знать. Скажите, во время полётов случаются какие-то казусы? Бывает такое? Казусы встречаются как и в жизни. Летишь и спрашиваешь, карту взяли? Забыли. Ну ладно, забыли карту. Снижаясь, это когда приезжаешь в другой город, в другую область, в другую страну, снижаясь, особенно у нас. Бабушка, как деревня называется, у неё глаза вот такие, она нас никогда в воздухе не видел, у неё целый шок, она не может ничего сказать. И мы дальше полетели. А дальше, как всегда, сели мальчишки местные, набежали, всё нам рассказали, какая страна, где мы сели, как называется ближайшая эта деревня, чтобы машина, которая нас подбирает, знала, куда приехать. Вот это вот как бы типичный этот казус. Спасибо вам большое, Лев Борисович, что вы нашли время сегодня, пришли к нам. Мы с удовольствием ещё раз полюбуемся на ваше мастерство. Да, а мы как бы приглашаем всех жителей нашего города, области, страны приехать, поучаствовать, полетать, насладиться видом полётов. Спасибо вам большое. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!